Говорит у Константина Ивановича. На данный момент исполняющий обязанности руководителя администрации. Прошу сразу извинения за внешний вид. Я на больничном нахожусь с вчерашнего дня. Константин Иванович, расскажите, пожалуйста, о ситуации, которая сложилась в связи с назначением Дмитрия Николаевича Демушкина. То есть я так понимаю, что назначение, ну как бы это ваше было, да, предложение и ваша была инициатива или нет? А с чего вы это поняли? Извините, у меня новые просто вопросы. Ну это ваше было, нет? Нет. Хорошо, можете рассказать вообще вот всю ситуацию, которая сейчас сложилась в администрации? Такое, что вы слышали от главы. 19 числа он выпустил распоряжение главы. Распоряжения эти были подкреплены решениями Совета депутатов о назначении, об увольнении Потопчука с должности и исполняющей обязанности, о назначении меня на эту должность. В следующие два дня я тоже провел ряд кадровых перестановок, были уволены в том числе и Потопчук и два его сотрудника. На эту должность были назначены два других человека. С 30-го числа уже, получается, третью неделю подряд мы просто не можем попасть в здание. Все протесты, заявления, в том числе главы района, начались только сегодня. Каждый день мы ходим в здание, пытаемся попасть на рабочее место. При нашем появлении вызывается все отделение полиции, кроме оперполномоченных, вне ведомственной охраны, кто-то без Росгвардии наживает с тревожной кнопкой, они ездят целый день туда-сюда. Никакого нарушения правопорядка не происходило, только для исключения вчерашнего рецидента. Это пускай, опять же, разбирается полиция или суд. Ну а вы... Можно я вам дам салфетку, чтобы вы немножко промокнули? Я сегодня бегаю, что-то... Да не-не-не, это бывает просто... Да, лучше сразу промокнуть, чтобы не... Да, спасибо. Я застаю. Скажите, ну а вы, когда приезжает вот Росгвардия, да, там, или полиция, вы показываете документы, что вы... А почему вы не можете с полицией туда зайти? Полиция... Потому что мы просим, но сотрудники полиции охраняют просто правопорядок. Они говорят, что мы неполномочны разбираться и заводить вас в здание. Хорошо. Как произошло назначение Дмитрия Демушкина на должность? И что дальше? Дело в том, что вчера я заболел, опять же, связано с позавчерашним инцидентом. У меня больничный, вот, с вчерашнего дня, пока по 13-й. 13-й я иду. Поэтому в связи с этим больничным пришлось делать не то, что перестановки, а буквально там связано это и с уставом поселения, и со всеми положениями. Если руководитель, надо же кого-то оставлять в РИО, правильно, на хозяйстве. У нас по уставу это... Сразу в РИО становится заместитель руководителя администрации. Это Хударев. Хударев со вчерашнего дня являлся исполняющим обязанности заместителя руководителя администрации. То бишь, и исполняющий обязанности руководителя администрации он стал со вчерашнего дня. Так как Хударев с сегодняшнего дня в отпуске, так что в понедельник будет следующая кадровая перестановка. Демушкин Дмитрий Николаевич будет назначен исполняющим обязанности руководителя администрации. А, то есть в понедельник? Конечно. У меня еще больничный не закончился, поэтому в понедельник, чтобы не было безвластий ни на какой срок, он будет назначен. Сегодня распоряжением, сегодняшним он будет назначен исполняющими обязанностями. Минимум на понедельник. Но это Ходорев будет сегодня писать, да? Он подпишет распоряжение сегодня. А как вы узнали о его назначении? Вы так удивились, что... Нет, я не удивился. У меня Андрей Евгеньевич поставил в известность. Человек имеет красное диплом по муниципальному управлению. Все сплетни, слухи и тому подобное, я как-то уже привык на это не реагировать. Громкие слова, там, националисты, ультаправые, я к этому как-то ровно отношусь. По мне так вполне грамотно, я за эти сутки успел навести информацию. Поэтому был согласован этот вопрос. А вы знакомы были раньше? Нет. Сейчас, да, вот как бы в первый день, но вы, получается, пока на больничном, вы не можете никак оценить его работу, да? Оценить могу, но, опять же, это будет формально являться. Вам, конечно, я скажу, как оценить. Ну, ну, что вы, инициативный, умный, ну, с отличием на диплом, знаете, на муниципальном управлении не так сложно. Не так просто учиться и уже о чем-то это говорит. Вот. Хватка есть. Ну, а дальше, понимаете, дальше оценивать можно только, наверное, в процессе работы. Сейчас рано что-то сказать. Симпатия определенная есть, да. Ну, то есть, с вами-то согласовано было, да? А как вообще назначение происходит? Распоряжение. Дальше уже внутренние документы, это приказ и все остальное, оформление, то есть, ну, это дело производства. Основной документ это распоряжение, подпись, печать, номерной бланк. Хотя номерной бланк, он тоже не обязательный. По закону. А как дальше будете отстаивать, скажем так, возможность вообще работать здесь, да, ну, если вас не пускают? Будем продолжать ходить в здание каждый день. Вот, в следующий раз пойдем в понедельник, опять же, в приемный день. Уже много жителей звонит, уже многие записываются на прием. Многие не понимают, что происходит, некоторые понимают, что происходит. Так что, ну, в процессе работы все будет, я думаю, устаканиться. А с чем вы сами это связываете? Почему вас... Почему Потапчук не уходит? Да. Я думаю, что здесь самая главная причина боязнь проверки, то бишь ревизия. Потому что как у главы, так и у меня есть... Я сейчас не готов заявлять о каких-то доказательствах, но подозрения у меня конкретные есть. На расхищение денежных средств, причем очень большие проблемы. По Потапчукам. Да, именно по Потапчукам. Заявлять об этом можно будет только после профессиональной независимой оценки. Я считаю, это основной причиной, почему ему просто нельзя покидать даже это здание. Я поняла. Хорошо, что-то еще от себя хотите добавить? Вы про законность хотели спросить, по-моему, про заявление главы района. Да, да, да. Законность у нас вроде в правовом государстве живем. Я вообще не понимаю, почему глава района делает такие заявления. Он может считать незаконным что-то, но делает заявление, что это незаконно. Я думаю, что на это у нас есть, прежде всего, прокуратура, а конечные санкции все-таки суд. Поэтому заявление главы района, тем более, что он их столько за 6 лет наделал, противоречащих друг другу на 180 градусов. Так что мне не важно, что он заявляет. Я буду исполнять решение суда. Но он теперь считает и ваше назначение незаконным. Сегодня утром он считал, они там столько понаписали сегодня, когда услышали, что вы в том числе заинтересовались этим вопросом. Они уже столько перенаписали, что я, наверное, надо отвечать на конкретный вопрос. Потому что я сегодня видел, что, ну, все читали здесь же, есть свидетели того, что считали, сейчас они изменили эту публикацию, что я сегодня незаконно уволил Демушкина и Ходорева. Это и есть все в ленте. Мы сегодня сами читали. Истерия эта, ну, кому она нужна, я не знаю. Зачем мы это вообще делать? Ну, а дальше будем работать. Я поняла. Хорошо, спасибо. Все, вы довольны? Да, Жмитрий Николаевич, а вы нам не сказали, что вы в понедельник, скорее всего, будете назначены? Ну, я такой скромный, что не готов вам было. Не в понедельник, сегодня он будет назначен с понедельника. Распоряжение уже готово. Ну, вы знаете об этом? Я слышал, да, мельком. Ну, пока вы еще официально не знаете, скажем так, да? Да, официально, с распоряжением еще вот в данный момент не ознакомы. Слишком болезненький карьерный раз. Ну, можно только поздравить. Что, не ожидали, я думала. Пока вся работа, вот, больше со СМИ общаюсь, чем это самое. Может, мы к вам в понедельник тоже приедем? Ну, созвонимся. Хорошо. Неизвестно, что еще до понедельника будет. Ну, да. Все-таки тут больно динамично события развиваются. Завтра Песков прокомментирует и все. Поедем в здание с ними? Ну, я думаю, что да, давай-то сольемся.